МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никакой мировой политики и новостей про индекс Доу-Джонса, только о жизни в нашей республике. В эфире программа Вектор Комфорта. С вами Ольга Пырочкина. И сегодня выпуски. Готовь котельные летом. К предстоящему отопительному сезону в Козловке построят новые объекты теплоснабжения. Чистая вода идет к вам, как решают проблемы с водоснабжением в селе Порецкое. Когда инициатива – ключевое слово. В Яншахово-Нарважском сельском поселении по программе инициативного бюджетирования сделали уличное освещение. На юго-западе Чувашии есть село Порецкое. Вот свое название она получила по расположению первой улицы на реке Суре, или по реке, или на Старославянском Пореце. Несмотря на то, что река у селян близко, они испытывают постоянные проблемы с водой. Давайте разберемся на месте. Вот так у нас вода идет. Второй этаж. Не постираться. Это максимум? Вот это максимум, да. Вот так и жду. Бывает, знаете, вечером стираемся, когда уже люди спать ложатся, а у меня же пять внуков, вот и стираю. Включаю воду. Вот так вот, да. И посуду также? И так же можно. Иногда, знаете, на мылю полоскать нечего. Все стоит. В квартире Зинаиды Хасановой на школьном переулке слабый напор. Но вода, во всяком случае, прозрачная и без примесей. Чем не могут похвастаться жители улицы Подзаходникова. На поливку огорода пойдет, а вот пить страшно. Качество воды не очень-то. Но ждем, надеемся. Наливаем, отставим и пьем, кипятим. Как показал опрос, похожая проблема у многих жителей села. Вода ржавая, без конца идет. Пить невозможно. Очищаешь, не очищаешь. Покупаем фильтры, а все равно не успеваешь менять их. Василий, это вы чем руки-то будете? У ситуации с водой в Порецком причин несколько. Дело в том, что питают населенный пункт несколько артезианских скважин. И в местной воде изначально высокое содержание железа. Перед подачей жителям его процентное содержание нужно снизить. Старая станция обезжелезивания выглядит так, что слабонервным лучше не смотреть. Чтобы решить проблему, год назад здесь запустили новую станцию обезжелезивания. Мы находимся на станции второго подъема. Вода со скважин поступает на станцию второго подъема, на станцию обезжелезивания воды. Идет вот по этим трубам. Дальше проходит процесс аэрации воды, смешивания с кислородом. Для чего это нужно? Для более быстрого выпадения железа в осадок. Дальше вода поступает на фильтра распределительные, где проходит очистка от железа. Железо выпадает в осадок. Теперь вода, которая уходит потребителям со станции, соответствует нормам. Мы делаем протокол анализов и убеждаемся, что сейчас вода намного стала лучше. Если раньше, буквально год-полтора назад, в составе воды железа было в десятке, а то и даже в 20 раз выше, сейчас этот показатель приближен к норме. Однако из кранов потребителей до сих пор иногда течет вода с примесями и не хватает напора. Причина в старых водопроводных трубах. Их проложили еще в 70-е годы. Эта проблема тоже должна решиться в ближайшее время благодаря региональной программе «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». По этой программе в Чуварской республике планируется в 2019-2024 годах построить и заменить водопроводные сети более 20 объектов. И на эти цели предусмотрены средства федеральные, республиканские, местный бюджет. И общий объем составляет более 2 миллиардов рублей. И первые объекты, которые начнутся строить в 2019 году, это объект «Водопроводная сеть села Порецкое» и «Водопроводная сеть до деревни Чандрово». В этом году заключен муниципальный контракт, также по федеральной программе «Чистая вода». Она будет в 2 года запланирована построить более 27 километров водопроводных сетей. Это полностью замена будет произведена, полностью замена всех сетей на территории села Порецкого. И в конечном результате уже, думаю, вода придет к тому, что будет соответствовать требованиям. А это значит, что жители смогут больше не переживать за свои стиральные машины, бойлеры, другую технику. А главное – за свое здоровье. У жителей города Козловки с водой все в порядке, им не хватает тепла. Я сейчас говорю не про такую вот осеннюю погоду в этом июле, а про температуру батарей в утопительный сезон. Но к этой осени там должны построить новые котельные. В июле большинство из нас о предстоящих заморозках думать не хочет. Это не относится к тем, чья специализация – строительство котельных. Для них лето – самая горячая пора. Эту блочно-модульную котельную мощностью в 8 мегаватт собирают в Чебоксарах, чтобы затем установить в Козловке. Она будет отапливать целый микрорайон. На соседнем предприятии идет сборка котельной уже в 12 мегаватт. Два таких относительно небольших объекта смогут обеспечить теплом все многоквартирные дома города. Причем фактически без участия персонала все автоматизировано. Микропроцессор управляет этой котельной и держит стабильные результаты на выходе. То есть и по даче горячей воды, и по отоплению, в зависимости от погодных условий. То есть перетопы как бы более исключены. То есть если на улице стало тепло, она автоматически убирает. То, сколько новеньких котлы прослужат горожанам, зависит от многих факторов. Один из них – качество воды. Если вода очень жесткая, то котлы раньше времени, раньше срока гарантированной эксплуатации, они выходят из строя, в них образуется накипь, они перегреваются. Для того, чтобы улучшить качество воды, поступающей в котельную, используется химводоподготовка. То есть она основана на осаждении солей кальция и замещении их потом солями натрия с последующей промывкой. Закончить сборку планируют к августу. К этому времени в самой Козловке должны закончить подготовку фундаментных площадок для новых объектов и решить вопрос с подключением к городским сетям. Козловчане новые котельные ждут давно. Старые со своими функциями не справляются. У нас в домах, потому что многоквартирных, проблемы есть с отоплением. Не доходит тепло, мощности котельной, видимо, не хватает. Оборудование уже морально устарело у этой котельной. И так нам обещали, что нам построят в этом году модульную котельную, и что проблем у нас с отоплением не будет. И мы всем домом надеемся. Обогреватель, конечно, выручает. А так, в принципе, зима была не такая уж и холодная. Все ждут, все в ожидании какого-то, не знаю, решения проблем, скажем так. Потому что котельная очень старая. Котельную номер один построили спустя пять лет, как Козловка получила статус города. Ей почти полвека. А вот это старый котел в котельной, который построили в 1972 году. Изначально вот эта махина могла выдавать 7,5 мегаватт. Но сейчас уже может работать только в половину мощности. Котельная номер 9 на 20 лет моложе. Но ситуация там аналогичная. КПД низкая. То есть убыток ежегодно, эти котельные приносят порядка 10-12 миллионов рублей. В итоге получилась такая ситуация, что два года назад у нас, то есть на 1 января 2017 года, даже перед газовиками, накопился долг муниципалитета в 40 миллионов рублей. На новые котельные в городе республика выделила 109 миллионов рублей. Аналогичные котельные строятся в городе Шумерле, чтобы обеспечить и шумерлинцев, также тепловой энергией и горячей водой. Функции Чувашгаза в части строительства котельных в городе Козловка и Шумерле заключаются в контроле за их постройкой, за качеством, за сроками и принятии их на хозведение для того, чтобы ГУП Чувашгаз продолжал эксплуатировать данные построенные блочно-модульные котельные. Бонусом к действительно горячим батареям зимой станет горячая вода летом. До этого времени ее приходилось отключать на длительный срок. Ой, тепленькая пошла. Да будет свет жителям двух деревень. В Янтиковском районе больше не нужно ночью ориентироваться по звездам. Там по программе «Инициативное бюджетирование» сделали освещение. В том, что в населенных пунктах Нарваш-Кошки Яншихова-Нарваши не было уличного освещения, есть один плюс. По ночам хорошо было видно звезды и Млечный путь. Но жители решили отказаться от такого рода романтики ради безопасности и удобства. По программе «Инициативного бюджетирования» здесь установили энергоэффективные светильники. Мы установили 50 светодиодных светильников современных, мощностью 64 ватт. Светильники установили на перекрестках практически всех улиц. У нас не осталось ни одной улицы неосвещенной. Несколько таких светильников потребляют электричество столько же, сколько один старый фонарь. Уличное освещение освещается в 21.00, а выключается где-то в час ночи. Это удобно населению. На каждом переулке, на каждой улице установили уличное освещение. Кто сколько мог дать, кто сколько мог внести в это бюджетирование, в эту программу, только и внес. И мы внесли 250 рублей. Помимо светильников, безопасность жителей теперь обеспечивают камеры видеонаблюдения. Безопасный муниципалитет включает в себя установка 10 видеокамер высокой четкости. Мы их установили в общественных местах, на центральной улице, где скапливается большое количество населения и большой поток автотранспорта возле школы, возле садика. В общей сложности с 2017 года по программе «Инициативного бюджетирования» в Яншихово-Нарважском сельском поселении реализовали 4 проекта. На следующий год уже по другой программе формирования комфортной городской среды планируют благоустроить территорию перед Домом культуры. Проект уже готов. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова